Эффект низкой выдержки. Очень прикольно смотрится для видосиков, для клипов и так далее. Очень прикольный эффект, который делается просто. И возможно даже служит каким-то транзишном. Я расскажу, как я понимаю этот эффект, как я его использую. А также покажу, как это можно имитировать, если у вас нету готовых отснятых кадров. Низкой выдержки. Хочется эффект этот повторить. Покажу, как можно приблизиться к этому ощущению в After Effects. В общем, давайте. У меня просто частенько бывало, раньше, когда я снимал какие-то видосы, делал какие-то проекты или мне отдавали какой-то материал. Ты смотришь на исходники и у тебя они просто шипопальные. Ты не знаешь, что с ними делать. Приходится как-то стилизировать видео. То есть тебе приходится из ничего, из плохого качества Canon 600D. И из телефонного качества что-то создавать, что-то пробовать. И из-за того, что мне очень много скидывали такого материала, где нужно все исправлять, то я уже привык к такому. И понимаю, что все можно в принципе стилизировать. И вот здесь по сути простые приемы, которые вы можете делать. Даже если у вас нет идей, вы можете просто палить серию фоток и получить прикольный стиль. Тем более сейчас в клипах это везде используется. Как перебивки, как может быть транзишены, если хотите. Как угодно. На самом деле у меня нет сценария по этому видео. Так что я могу технически какие-то вещи просто пропускать. По запамятству. Не без сочи. Полетели. По сути эффект сам делается просто. Вот кадры я снимал чувака на крыше. Мы отсняли вообще видос целый для вот этого эффекта Глови, который я говорил, который лежит где? На Zoo Story. Ура, ля-ля-ля. У меня рекламы нет, могу себя рекламить. Ха-ха-ха. И мы вечером все такие сидим. Блин, чувак, я забыл, что можно сделать. Эффект низкой выдержки. Мы начали фоткать, я взял простой светильник, дешевый какой, и начал его светить. И вот так вот двигать камеры. И, блин, и фотки получились очень стилевое. Еще музло крутое. У нас просто стиль. Просто стиль. В принципе, я сейчас настрою камеру под эту серию фоток на Canon 600D. В обычном режиме M ставлю выдержку. Вот у нас киношная, к примеру, выдержка. Это какая у нас там? Фреймрейт умножается на 2, да? То есть, если мы снимаем в 23 кадрах. Соответственно, 48. И мы получаем вот этот смаз киношный, как практически в реальной жизни. Да, из-за этого картинка смотрится киношно. Итак, берем фотик ваш и делаем выдержку не 48, не 50, там кто сколько использует. Да, давайте поставим там, ну, тоже там 4. Вот у меня дают 4. Мне кажется, будет отлично. После того, как мы поставим наш фотик на серию кадров, да? Чтобы фотки делались несколько. То, в принципе, мы просто берем, переворачиваем с вами, наводим и делаем какой-то... У меня в Canon очень такой слабый получается серия, такой раз, чуть ли не по полсекунды. А в Fuji он прям такой стреляет, вот. И из-за этого можно добиться прикольнее эффекта. Также вы можете, кстати, использовать такие штуки, переходы, там, знаете, как транзишены получаются. То есть... Ты сделал, да, и у тебя такой быстро ускорил этот вариант, и говорит, переходит, такой будет. Так что, в принципе, ну, все зависит только от идей, как это реализовывает. Эффект, по сути, простой. Теперь можно запрыгнуть в автор и посмотреть, как это до конца собрать. Также покажу, как можно приблизиться к такому же эффекту, но уже на видео. Если у вас не снята серия, нету фоток. Так что, в общем, пойдемте смотреть, что у меня получилось. Ну что, запрыгнули в автор и сейчас быстренько показываю, как нашу серию фоток импортировать удобно, быстренько и красиво. На самом деле, можно, конечно же, добавить простым импортом, создать новую композицию и потом закинуть все сюда. и типа там вот так вот обрезать и каждую там выставлять. Ну, а мы с вами сделаем, на самом деле, проще и быстрее. Опять импортируем наш проект, выбираем первую фотку или все, неважно, и нажимаем имидж секвенцию, то есть мы все превратим в цельную такую секвенцию из фоток. Давайте создадим композицию и... То есть, таким образом, по сути, мы сделали серию сразу же за секунды, да? Зачастую скорость быстрая, как вы видите, вот, я ставлю приблизительно на 300. Вот, соответственно, через Ctrl-K я где-то на 3 секунды увеличиваю наше время, вот. И более-менее нормальный вариант тогда получается, который меня устраивает. Ну, скорость можно контролировать как угодно. Таким способом мы импортируем это в автор и собираем, то есть быстренько. То есть тут особо, на самом деле, не на чем останавливаться. Также можно и в премьере, на самом деле, сделать, импортировать, или все сразу. Если у вас куча времени, то вы можете создать, опять же, одну секвенцию, потом выделить все и перенести на тайм-линию. Вот, то есть мы все, как бы, создали, да? Все фотки поочередно, они вставились. А теперь вот эту секвенцию, которую создали с первой фотки, дублируем ее в новую секвенцию. И через R, или вот инструмент, который называется Rate Stretch Tool, мы контролим скорость. И типа получаем по сути своей то же самое, то же самое, вот. Конечно, если нужно, вы можете также первую нажать, Image Sequence, открыть. И это все за вас сделает уже сам премьер, и вы видите уже готовую серию, вот. И решаете, рендерите ли ее, или дальше работаете. Таким образом, я собрал так все, и просто стилизировал их. Вот вы, если посмотрите, это тот кадр, который мы собрали. Я накинул сюда цветокор. Вот, видно, да, что поинтереснее немножко стал. И Black White. Мне хотелось такой атмосферы, обязательно шумов. И приукрасили нашу картинку. И так каждый кадрик я сделал, посмотрел, как это все выглядит, выбрал лучшие варианты, как бы отрендерил и дальше работал в премьере. Я хочу вам показать самое интересное, как подобный эффект сделать из видосов. Если вы забыли отснять то, что нужно, или вы хотите исправить кадры, которые уже есть, или стилизовать что-то из ничего. То, чем я всегда и занимался, и занимаюсь, и, видимо, буду заниматься. Самое интересное, что я создал пресетики для вас, целых 9 штук, которые имитируют. И они будут в моем сторе лежать. Но это чуть-чуть дальше я расскажу. Показываю, как это сделать из видосов. Закинули мы с вами видос сюда. Создаем композицию. Мы видим, вот наш, собственно, видик. Как это делают большинство туторов на ютубе. И все используют эффект эхо. Что они делают? Они добавляют этот эффект эхо, клацают там по настройкам немножечко, допустим, ставят 58. То есть мы видим, как он дублирует. И дублируем количество эхо вот этих. Допустим, ну, не знаю, 5. То есть мы видим, что происходит засвет. Мы тут клацаем, допустим, каким-то скрином, скорее всего. Более-менее, чтобы смотрелось. Я думаю, можно 3. Также можно дикей поставить на 0.8. Вот. И в принципе, в принципе, типа мы достигаем такого эффекта. И есть второй вариант, который я тоже нашел. И эффект этот основной, который это все создает, эту выдержку, называется wide time. CC wide time. И мы как бы backstep убираем, backward steps. И тут добавляем, допустим, 10. И посмотрите разницу. Добавляем тут же, постараясь, ставим на пятерочку. Давайте люмитри кинем просто, чтобы поярче картинка была. Поднимем, я не знаю, экспозицию. Давайте. Вот. Посмотрите разницу между этим кадром и этим. Разница в том, что наш эффект wide time размывает очень правдоподобно. Ключевое. Это идет эффект как наслоение. Он как поверх ложит со способом наложения на вашу картинку еще такую же картинку. Дублирует. И вы контролируете в этих, сколько дублей будет, да? Там 5, 10 и так далее. Но наш эффект wide time, который мы сделали, он намного реалистичнее, намного эстетичнее. И в этой атмосфере выглядит он очень правдоподобно. Я кинул покрас. Посмотрите. Очень выглядит, ну, похоже, как будто бы мы сделали то же самое. Практически как будто это те же фотки. Да, он немножко отличается, нужно корректировать, но не суть. Вы видите сам принцип, что это работает. И эффект выдержки на видео, любого видео можно достичь просто в один клик. Самое интересное, что я создал 9 пресетов, которые в один клик вы можете сделать. В эстетике вот этой размытия, вот этой низкой выдержки. Там есть тоже классические, которые мы с вами сделали. И остальные 8, которые сейчас я вам покажу. Будет лежать все у меня на Zoo Story. Там вы можете приобрести эти пресетики. Они стоят 13.90, но, но для моих подписчиков я делаю скидончик в 6 баксов. Целых 6 баксов для тех, кто досмотрел до этого момента. Промокод вы видите на экране. Все лежит в моем Zoo Story. Код будет действовать месяц после выхода этого видео. Так что успейте забрать по выгодной цене. Итак, показываю 9 пресетиков. Вот первый классический вариант, который у нас и был. Дальше у нас идет такой холодный вариант. Со светом, вот, холодный glow. Вот, вы все это можете контролировать здесь. Если вам сильно светит, вы можете отключить, ну, как бы, и так далее. Вот, поклацать то, что вам нужно. Все настраивается отлично. Далее у нас тепленький вариант. Тоже интересненький. Дальше у нас цветной. Это вообще такой арт идет. Вот, видим. Если вот это размытие вам сильно напрягает, я же говорю, вот этот cross blur, это основное то, что моет. Вот, и, допустим, вот так вот. Вот, и таким образом мы более виднее делаем. Вот, там все можно поднастроить. Черно-белый вариант. Тоже по-своему прикольный, потому что, ну, типа, такую гранжевую атмосферу какую-то добавляет. Вариант Dreamy. Вот такой мечтательный. Второй вариант тут есть. Вот такой вариантик. Видно, да, как его моет. То есть, вы можете это все контролировать интенсивность. Вот, чтобы более видно было человека и так далее. Так, темный вариант. Вот, здесь можно просто подконтролить, допустим, shadow. Основной акцент на том, что такое все в тенях как бы. Ну, и светленький вариант. Такой как бы засвеченный. Тоже все основное мыло создает cross blur, который можно контролировать, донастраивать. Все это будет пресетами, как я говорил. В авторе их 9 штук. Вот, вы можете пресетами это добавить. Отдельно на footage или на adjustment layer, как удобно. Любой, допустим, dreamy. Вот второй. Все это сразу добавляется без проблем. А сейчас давайте в премьере посмотрим, как это можно тоже добиться. Маленькая оговорочка. Дело в том, что в премьере нет этого главного эффекта white time. И здесь все реализовано через эхо. Сейчас я вам покажу как. Чтобы все в премьере открыть, у вас будет лежать проектик. Вот. И вы сможете спокойно перетаскивать эти эффекты на тайм-линию. Допустим, мы создаем с вами композицию для нашего видоса, которую мы только что смотрели в авторе. И заходим в low shutter эффект. И, допустим, выбираем classic. Просто перетаскиваем сюда. Главное условие, что вот эта иконочка должна быть выключена. То есть, чтобы вашу секвенцию разобрать на слои. Вот. Вы перетащили. И получаем тот же эффект, который я показывал в начале в авторе с помощью эхо. Вот. Также тут другие варианты есть. Допустим, glow. Собственно, вы видите, как это выглядит. Но. Но. Честно скажу. То есть, для тех, кто не хочет лазить в автор, устраивает такой вариант супер. Но. Я бы делал немножко по-другому. Я бы брал кусочек, выбирал который нужно и нажимал импортировать в After Effects. И после того, как вы импортировали в After Effects, соответственно, уже здесь добавлял сюда эффекты, допустим, glow. Подстраивал как нужно, анимировал, если нужно мне что-то. Вот. Автор же прогружает эффекты намного интереснее, чем Premiere. И, соответственно, у нас теперь лежит этот эффект, который с white time в Premiere. И можно продолжать спокойно работу. Думаю, что это намного интереснее, потому что, опять же, мы пытаемся имитировать максимально близко к эффекту низкой выдержки на фотике. В принципе, это все, что я хотел показать. Надеюсь, вам было интересно, полезно. И пресеты для видосика лежат, если вы хотите исправлять свои кадры, добиться какой-то вот такой загадочной атмосферы. Или, возможно, вообще привнести в свои простецкие кадры, снятые на телефон, какой-то арток. Пожалуйста, эти пресеты будут лежать у меня в Store. К слову, у меня Store появился. То есть, с моими пресетами, эффектами. В будущем будут обновляться. Там уже готовится Night Vision. У меня лежит. Он, на самом деле, нужно только выложить. Бесплатные проекты есть. Скачайте, посмотрите, какие я делал там с VFX и так далее. В общем, если вам интересны такие темы, как вообще, по сути, из ничего создавать стилизированную, прикольную картинку. Независимо от того, на какую камеру вы снимаете. А более того, как вы применяете просто эффекты и придаете простым кадрам атмосферы. Вы все такие, вау, как ты это снял, где ты это сделал. А ты просто говоришь, чувак, да я просто скачал пресеты ZooStore. Друзья, такие вот дела. Спасибо, что были со мной. С вами был Зуи. До встречи в следующий раз, в следующих видосах. И давайте лайкать эти видосы. Давайте набирать 100 лайков под видео. Подписывайтесь. Дальше будет больше, дальше будет интереснее. Пока. 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 Пока.